В сегодняшнем празднике Йом-Кипур Один особенный стих пришел мне на ум Это вторая глава послания евреям 17 стих И это обетование, которое пришло к нам от обетований данных Аврааму И в этом 17 стихе сказано, что Ишуа будет сотворен таким, как и мы Полностью человеком во всех пониманиях И поэтому, по этой причине мы нуждаемся в Спасителе По этой причине Ишуа нужно было быть таким, как мы, чтобы предоставить нам спасение И так как Он стал обычным человеком, при этом Он стал верным и милостивым первосвященником И как сказано в второй части 17 стиха Для умилостивления за грехи народа И в этот день В этот день Йом-Кипура И мы празднуем тот факт, что Ишуа стал нашим искупителем И Он забрал всякий грех от нас И мы навсегда покрыты Его кровью И мы празднуем это И мы благодарны Богу за то, что Он послал Своего единородного Сына, Ишуа, Мессию Отец, мы благодарим, мы славим Тебя сегодня Мы согрешили и мы не могли изменить себя И мы благодарны, что Ты послал Своего Спасителя, которого зовут Йешуа И мы благодарны, что Он взял наш крест И Он умер той смертью, которой мы должны были умереть Но Он покрыл нас Своей кровью И мы благодарны за то спасение, которое мы получаем и имеем в Нем И мы благодарны, что наши грехи отпущены И в Ишуа мы живем в правильных взаимоотношениях с Тобою Мы прославляем Тебя во имя Ишуа Амин Очень приятно видеть вас сегодня снова вечером Я надеюсь, что мы получили что-то благодаря учению вчера вечером И мы будем продолжать сегодня вечером говорить о молитвенной жизни лидера И я хочу поделиться некоторыми дополнениями о молитвенной жизни И я хочу сказать первое утверждение, что в молитве мы меняемся Мы все знаем, что мы получили спасение в тот момент, когда мы исповедовались Когда признали Ишуа личным спасителем в молитве Мы в тот момент осознавали, что мы согрешили, что Ишуа у мир вместо нас И что мы будем жить в вечности вместе с Ним Но также мы осознаем или осознавали в тот момент, что день нашего спасения – это точка отчета Мы не были спасены просто для того, чтобы сразу попасть на небеса, когда мы умрем Мы получили спасение для того, чтобы мы могли ходить с Богом Чтобы мы могли расти и быть зрелыми, как верующие Чтобы мы могли сотрудничать с Богом в служении Поэтому день нашего спасения – это начало Большинство из вас были спасены давно И в тот момент, когда мы растем как верующие Мы приходим к такому пониманию, что в нас есть такие вещи, которые нужно изменить Да? В день нашего спасения мы не становимся совершенными И мы начинаем расти, и когда мы растем, мы понимаем, что в нас есть те вещи, о которых мы начинаем беспокоиться И Библия говорит о дне нашего спасения Но также Писание говорит о том факте, что мы продолжаем свое спасение Одно из слов, которые мы используем для этого определения – это освящение Это процесс Это событие спасения, оно произошло в день моего спасения Но процесс – это мое освящение Нам все еще нужно получить освобождение Мы обучаемся, как побеждать Нам необходимо изменяться Мы находимся в процессе взросления И приходят те дни И приходят те дни И настанет тот день, когда наше спасение будет полностью исполнено В те дни, когда Ишуа вернется И мы увидим его лицом в лицо И Писание называет это прославлением Мы были спасены Мы продолжали жить в спасении И мы будем спасены И мы находимся в этом отрезке времени Кто из вас осознает, что внутри вас есть те вещи, которые необходимо изменить? И я хочу, чтобы вы понимали Что в молитве Бог нас изменяет Что же происходит в молитве? Молитва – это возможность для нас смирять себя каждый день и умирать ежедневно Евангелие Луки с 23 по 24 стих говорится Ишуа говорит Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стих Если кто хочет идти за Мною Он должен отвергнуть себя И возьми крест свой И следуй за Мною То есть, Ишуа не был заинтересован в том, чтобы спасти нас И чтобы мы были спасены в день нашей смерти Он призвал нас быть учениками Те, кто учится Последователями И он сказал Если ты хочешь быть моим учеником и последователем Вот что тебе нужно делать Каждый день Отвергни себя И возьми свой крест И нам необходимо понимать Правильно ли мы определяем эти термины Что же означает отвергнуться себя Это не означает Это не означает Это означает Не означает Что мы Назаврожим Дом Дом Нет, не имеешь ввиду Это означает Нам не нужно ценить или принимать тишину. Это как было в истории христианства, когда люди брали обет, молчание. Зачем они это делали? Чтобы держать себя от того, чтобы они не сказали, что их унижит или оскорбит. Были также те, которые брали обет бедности. Почему? Потому что они считали, что все материальное, что их окружает, оно дьявол, и они не хотели быть подвластны этому. Также был обет верности, чтобы оставаться в жизни верным. Потому что они считали, что любое сексуальное действие они от дьявола. И поэтому они хотели отказаться от такого опыта. Но это не то, о чем говорил Яшуа. Отвергнуться себя означает, Что я выбираю, чтобы Яшуа занимал центральное место в моей жизни. Когда я подчиняю свою волю Ему. И выбираю принимать Его волю для моей жизни. И это, так работает вера. Потому что по вере я выбираю верить, что то, что Бог имеет для меня, это хорошее. И поэтому я доверяю Богу. Я доверяю, что Его планы для моей жизни, они добры и хороши. Поэтому я отказываюсь от своих планов, чтобы применить Его планы для меня. Это означает отвергнуть себя. Но также Писание говорит, чтобы я взял свой крест. Некоторая группа верующих считает, что взять крест означает на протяжении всей жизни нести определенное бремя. Склонившись под виною, под стыдом, под тяжестью, давлением. Как тот, кто несет крест. Но это не означает взять крест. На протяжении истории у нас изменилось понимание слов «взять крест». Но когда Ишуа использовал этот термин, когда Он ишел на крест. Когда Ишуа говорил об этом, был ли Он уже на кресте? Нет. Нет. Он еще не был на кресте. Когда Ишуа сделал это утверждение, крест еще не был символом христианства. Когда Ишуа сделал это утверждение, о чем подумали слушающие, как они воспринимали крест? Если бы Вы им сказали о кресте, о чем бы они подумали? Панишмент. Это римское обозначение казни. Это все, что оно означало. Это инструмент казни, который использовали римляне. Теперь мы могли бы сказать «возьми свой электрический стул». Или «возьми свою инъекцию». О чем же говорил Ишуа? Он сказал, чтобы стать Моим последователем, вам необходимо умирать каждый день. Умирать для своих путей. Умирать для своих желаний и страстей, похотей. Мы умираем для себя. И подчиняем себя Ему. И каждый день, когда мы приходим к Господу в молитве, это то, что мы делаем. Боже, я прихожу к Тебе. Я подчиняю себя Тебе. Я умираю для всего, что есть в моей жизни. Я полностью отдаю себя Тебе. Ты мой Господь. Ты мой Царь. Ты мой Бог. Ты единственная власть в моей жизни. Ты говоришь ко мне в жизни. Я выбираю Тебя, чтобы следовать за Тобой. Я выбираю поклоняться Тебе. Я выбираю доверять Тебе. Я верю, что Ты добрый. Я верю, что Твои планы для моей жизни, они хороши. Поэтому я подчиняюсь себя Тебе прямо сейчас. Я отказываюсь от Своих планов. Мои планы, они земные. Мои планы, они временные. Мои планы, они человеческие. Я отказываюсь от них, чтобы принять Твои. Твои планы, они духовные. Твои планы, они небесные. Твои планы, они святые. И я благодарен за эту возможность войти в Твои планы для моей жизни. И вот, что мы делаем в молитве. Я так делаю каждый день. Я отдаю Тебе этот день, Боже. Я отдаю себя Тебе, Господи. Я пришел, чтобы принять от Тебя то, что Ты имеешь. И апостол Павел в Галатам 2.20 говорит следующее. Я был распят со Христом. Как же мы распяты со Христом, с Мессией? Вы знаете? В нашем переводе это вторая часть 19 стиха. Знаете ли вы, где вы были в тот момент, когда Ишуа пошел на крест? В Его сердце. В Его сердце. Мы были в Нем. Мы можем быть в двух людях в человеческой истории. Мы были в Адаме. Мы были в его чеслах. Мы были все рождены от Адама. И когда Адам согрешил, мы были в Адаме. И когда Он согрешил, мы согрешили. И поэтому Библия говорит, когда вы были первый раз рождены, вы были рождены как грешники. Даже не сделав до этого ничего правильно, мы уже грешники. Потому что мы рождены в Адаме. Но знаете что? Был второй Адам. Его имя Ишуа, Иисус. Мы были рождены от Него. Потому что перед созданием мира Бог вложил нас в Него. Потому что Он знал, кто будет спасен. Перед тем, как Бог сотворил мир, вы и я, мы были помещены в Ишуа. И поэтому, когда Ишуа пошел на крест и умер, мы были в Нем. И поэтому мы умерли вместе с Ним. Мы умерли на кресте вместе с Ним. И поэтому Павел говорит, поэтому Павел говорит, я сораспялся Христу. И далее он говорит, что уже не я живу. Почему? Потому что я умер вместе с Ним. Я был воскрешен им. И поэтому эта сила воскресения теперь живет внутри меня. Поэтому Павел, продолжая говорить, что я в Нем, и Он во мне. Да? И это истина для вас и для меня. Мы все во Христе. И Христос, Он в нас. Но Он потом говорит, что эта жизнь, в которой я живу в физическом теле, я живу с верой в Ишуа, который любит меня и предал себя за меня. И каждый день, когда я прихожу в свое молитвенное время, я говорю, что Бог, Ты мой, а я Твой. Я в Ишуа, а Ишуа во мне. Я принимаю от Тебя, что Ты имеешь для меня. Я доверяю Тебе. Я славлю Тебя, что Ты умер за мои грехи. Я мертв для наказания за грех. Я свободен в Тебе. Поэтому я принимаю сегодня то, что Ты имеешь для меня. И мы это делаем каждый день. И день за днем, когда мы провозглашаем эту истину, мы смиряем себя перед Ним. И мы умираем ежедневно. Для себя, для мира и для планов врага. И это тот путь, как мы можем начинать каждый день, который Бог имеет для нас. Аминь. Во-вторых, в молитве мы освобождаем себя, опустошаем. И мы приходим к тому пониманию, что нас становится меньше, а Его становится больше. Помните, о чем говорил Иоанн Креститель в Иоанна 3.30? Написано, Ему должно расти, а мне умоляться. Я должен умоляться, а Он должен расти. Это наша молитва утром. Тебя больше, Боже, меня меньше. Поэтому мы приходим с верой, веря при... Что мы продолжаем подчинять себя Господу. Он продолжает избавлять нас от ненужных вещей в нашей жизни. Вы и я, мы диаманты или бриллианты в грязи. И как же мы достаем бриллианты? Нам нужен лом и этот, и... Мы избиваем вот эти камни, в которых он находится. И нам нужно... И когда мы достаем бриллиант, то он не полноценно очищен. Он находится в этих осколках. Он не чистый. Он не полностью очищен. Поэтому кто из вас понимает, что вы себя так же чувствуете? Если вы не сомневаетесь в этом, просто спросите у своего соседа. Может, кому-то вы не нравитесь. Бог продолжает работать над нами. И поэтому он иногда берет такой молоток-инструмент. Поэтому меньше нас и больше Его. Меньше моей воли и больше Его воли. И это все часть этого процесса. И поэтому каждый день в молитве я продолжаю это делать, и Он продолжает свою работу во мне. Это крик нашего сердца. Боже, я предоставляю себя Тебе. Меньше меня, больше Тебя. Забери меня от самого меня. И пускай будет Тебя больше во мне. И поэтому во время молитвы мы себя смиряем и уничтожаем. Молитва — это время, когда меняется наше понимание и цель, и фокус. Это очень удивительно, какие мы идеи и понимание можем получить. Идеи, философии, неправильное понимание. Кто из вас... Было ли такое, что кто-то из вас осознавал, что ваше старое понимание было разрушительным для вас? Я думал неправильными мыслями. Я думал о себе так, как я чувствовал. Кто из вас так самоуничижал себя? Я просто вот это. Я не могу сделать это. Я не тот. Я не хорош в этом. И мы можем принять такой неправильный образ мышления. Наши мысли могут быть неправильны о нас самих. Тем, кем мы являемся. Что мы имеем. Что мы можем или не можем делать. Наши мысли могут быть неверны о Боге. На что Бог похож. Когда мы служили людям с глубокими ранами, нам приходилось говорить о их отношении к их земному Отцу. Потому что очень часто мы воспринимаем то, как Отец наш земной относился к нам, то, как к Бог нам относится. Поэтому, если наш земной Отец не давал нам безусловной любви, то, что наш земной Отец не давал нам безусловной любви, тогда мы не верим, что наш Небесный Отец может ее дать. Мы просто проекцируем наши мысли о нашем земном Отце на нашего Небесного Отца. И поэтому очень часто наше понимание Бога, оно неверное. И Бог сказал это в Иисайя, в 55-й главе. 55-й глава, 8-й, 9-й стих. Бог сказал, мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, мои пути. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваши. И мысли мои выше мысли ваших. Я не думаю, что Бог просто хотел сказать, что вы низкие и земные, а я небесный и на высоте. Я не думаю, что необходимо понимать эти стихи так, что Бог нас просто поместил внизу. Я верю, что Бог хочет вдохновить нас. Он хочет сказать, что некоторое ваше мышление, оно неправильное. И то, как ты думаешь о себе, оно неправильное. И то, как ты думаешь обо мне, тоже неправильное. Мои мысли, они полностью отличаются от твоих мыслей. Я вижу тебя по-другому, нежели ты видишь самого себя. И я хочу показать тебе, открыть ту разницу, которую ты видишь обо мне, чтобы ты ее получил. Иными словами, Бог хочет сказать, я хочу тебе помочь исправить твое мышление. И почему это настолько важно? Потому что всякое поведение является результатом наших мыслей. В притчах сказано, что тем, что человек думает в мыслях, тем он и является. Задавали ли вы себе когда-нибудь такой вопрос? Почему я сделал то, что я сделал? Почему я продолжаю делать то, что я продолжаю делать? Задавали ли вы себе такой вопрос? Вы знаете, вы хотите знать почему? Это по той причине, что вы думали об этом. Всякое поведение, всякая эмоция, она основана на наших мыслях. И Бог говорит, что ваше неправильное мышление приводит вас к неправильным действиям. И он говорит, что я хочу изменить твое мышление. Я хочу, чтобы ты думал так, как я думаю. И он хочет сказать, что я имею другой взгляд на тебя. И мы находим в 1 Коринфянам 2 главе это удивительное откровение о Духе Божьем. И давайте посмотрим особенно на стихи с 12 по 14. 1 Коринфянам 2 глава 12-14 стих. Давайте посмотрим этот отрывок Писания. Мы И речь идет о мы как верующие. Дети Божьи. Но мы приняли не Духа мира сего. То есть, наш факт спасения привел нас в новый раунд или новый уровень. Поэтому мы не от этого мира. Мы теперь не земные. Мы не временные. Мы не находимся под влиянием Духов этого мира. Но вы и я приняли Дух, Дух от Бога. И по этой причине мы должны понимать, что Бог дал нам. И он дальше говорит, что я принял в Своем Духе Дух Божий. И он поместил его в Ваш Дух. Чтобы мой Дух жил теперь в Вашем Духе. И по этой причине И нам не нужно жить по мудрости этого мира. Но мы можем жить согласно мудрости Божьей. Потому что Его Дух в нас Обучает нас, научает Его мудрости. И Павел говорит в этом отрывке, что мы имеем разум Христов. Но подумайте об этом некоторое время. Павел говорит о такой способности, которую мы можем иметь, чтобы так думать, как Христос. Кто из вас хотел бы думать так, как думал Христос? Павел говорит, что у нас есть такая способность, возможность делать это. Потому что тот же Дух, который был в Ешуа, теперь живет в нас. И опять же, это часть этого процесса. Очень часто мой фокус, он неправильный. Моя система веры, она неправильная. Мои мысли неправильные. Но я живу в этом мире с мирской мудростью и пытаюсь сообразить, как же мне действовать. Мы встречаемся каждый день с философией этого мира. Это все, оно находится во всем, что мы читаем. Оно находится во всем, что мы видим. Также во всех вот этих преимуществах социальных сетей есть очень много негатива. Потому что постоянно, постоянно и постоянно мы кормим себя неправильной информацией. Мы кормим себя тем, что говорит культура. Мы кормим себя тем, что Писание называет мирским. Писание называет дьявола князем мира. Что он лжест. Что он... Он проклинает святых. Его ложь, она окружает нас и постоянно находится вокруг. И очень просто для нас принять неправильное мышление. Мысли, которые приводят к смерти. Мысли, которые приносят разочарование. И Бог говорит, я хочу изменить твой образ мышления. И если мы применяем молитву каждый день, это наша возможность быть в согласии с Богом. И говоря, что я... Боже, я нуждаюсь в изменении моего мышления. И это согласие, что я согласаю с Тобой, Бог, что я живу в мире, который наполнен неправильным мышлением. Я не хочу поклоняться к этому, Боже. Я отдаю Тебе мои уши. Я отдаю Тебе мой ум. Помоги мне изменить мои мысли, которые неправильны. Помоги мне начать мыслить так, как Ты думаешь. И так, как мы посвящаем себя Господу каждый день. И помещаем себя в те места, когда мы можем так быть перепрограммированы Богом. Бог, Он будет верно исполнить эту работу. Шаг за шагом. День за днем. Это процесс. Но Бог, Он продолжает двигаться и работать над вами. С помощью Духа Святого Он помогает раскрыть все вещи, которые неправильны, находятся внутри вас. И так, как мы приходим к Нему каждый день, Он замещает ложь Своей истиной. И в этом процессе преобразования Он занимает место внутри нас. И мы начинаем быть такими преобразованными. И наше мышление, оно меняется. И наш ум обновляется. И мы больше не сообразуемся к образу мышления этого мира. Как об этом говорил Павел в 12 главе к римлянам. По этой причине ежедневное молитвенное время настолько важно. Каждый день. Бог, измени меня. Убери неправильное мышление. Убери неправильную идеологию. Помоги мне все больше и больше слышать слова Духа Святого. Я подчиняюсь себя Тебе, Боже. Измени меня, Боже. Я молюсь во имя Ишуа. Молитвы. 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 Меняют нас. Также, когда мы в молитве получаем понимание, мы получаем понимание, видение, стратегии и помазание. И мы поговорим об этом в следующий час. Отец, благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Мы благодарим Боже, что у Тебя есть удивительный план для нас. И мы благодарим, Отец, что каждый день через молитву мы меняемся. Во имя Ишуа мы молились. Аминь. Аминь. У Вас есть перерыв 15 минут. Здравствуйте. Продолжение следует...